Продолжение следует... Тех, кто является учредителем этого праздника Союза Духовного Возрождения Отечества, местная краевая организация, епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви, администрация Красноярского края. И несмотря на то, что община Старообрядческая не является изначальным инициатором всех этих мероприятий, ее скорее уже пригласили к участию, Старообрядцам уделяется там большое внимание, хотя до сего момента храма Русской Православной Старообрядческой Церкви там нет. Есть небольшой квартирный храм Русской Древней Православной Церкви, в этом году зарегистрировались беспоповцы-поморцы как община. Но есть священник, отец Дмитрий, и вот вокруг него собрана община, которая сейчас молится в одной из квартир. А вот как раз в эту мою поездку был заложен храм военно-владимовской формы Божьей Матери, так как сегодня праздник. И приезжал Владыка Силуяна на Сибирске, в Сибири, который осветил место в ходе. Этот храм в центре города, потому что, в общем-то, конечно, край старообрядческий, но вот действительно у РПСЦ до сих пор была там всего одна община с храмом, это Минусинск. Все остальные молились по квартирам, без священников постоянных, то есть достаточно сложная ситуация была. Но это, собственно, как бы не главный был такой самый, наверное, торжественный момент, но не главный в этих торжествах. Интересно, что был такой вечер духовных песнопений, который проводила епархия, и вместе с теми организаторами, которых я перечислил в Академии музыки и театра, в одном из таких центральных учреждений красноярских учебных, где очень сильная школа, ну, в частности, через два дня после выступления староверов должен был хавростовский выступать, который оттуда родом. Вот. И был замечательный совершенно вечер песнопений, свободный вход был, много очень народу было, в рамках которого я, как раз, тоже выступал с небольшой лекцией, но в более популярном виде, чем здесь. Цель была представить некоторые издания, рассказать вообще о старобряцах в Сибири для такого широкого населения Красноярска, который вот захочет послушать музыку, в первую очередь. Потом, впоследствии, мы еще встречались в Шариповском районе с работниками культуры. Там была такая более свободная беседа, тоже с исполнением песнопений, и эти вот мероприятия, они проводятся из года в год в разных формах. В прошлом году это была конференция, в этом году такое выступление духовного хора. То есть, в общем-то, вот пример такого удачного сотрудничества местной краевой администрации с старобряческой общиной, где вроде бы как не происходит такого слияния государства с церковью, но в то же время есть взаимное уважение, и администрация, понятно, по гранту дает определенные деньги на то, чтобы возможно было развивать культуру, привлекать к культуре, приглашать гостей. Ну, из Москвы я был один, но вот в Сибири там был очень внушительный хор из Минусинска, Томска, Новосибирска, Новокузнецка, то есть огромный хор был приглашенный. Действительно, вопросов было очень много, очень много людей подходило, спрашивали и про литературу, и про пение, то есть вот интерес, безусловно, есть, даже в таких вот крупных центрах, как Красноярск, в Миллионе. Ну, а сегодня у нас тема действительно такая актуальная, это единоверие, одно из течений старобрядчества. Я придерживаюсь с точки зрения, что единоверцы являются старобрядцами, хотя, конечно, понятно, что, может быть, психология единоверца, отличается от психологии, скажем, старобрядца-поповца, не общение с Русской Православной Церковью или без поповца, но, тем не менее, я все-таки считаю, что последовательные единоверцы являются старобрядцами в лоне Русской Православной Церкви. И мы сегодня поговорим об этом сложном явлении, о котором, в общем-то, не так много известно, не так много говорят, всего достаточно такой сегодняшней все-таки локальности этого явления, хотя некогда это было достаточно массовое явление. Начнем с того, что мы уже с вами говорили, что уже во времена Патриарха Никона мы знаем прецедент, когда отцу Иоанну Неронову, одного из лидеров старобрядчества, который все-таки решил примириться с Патриархом Никоном, было дозволено служить по-старому. И здесь это, конечно, было сделано как очень большое исключение, но, тем не менее, есть информация о том, что сам Никон в конце своей жизни охладел к идее реформы, относился к ней, в общем-то, так достаточно прохладно и отнюдь не настаивал на соблюдении новых обрядов, которые сам же перед этим так пламенно вводил. Если говорить о других примерах в течение XVIII века, то такие примеры, конечно, встречаются, и, в частности, известно, что в Саровской пустыне отец Иоанн, настоятель, использовал старые обряды в начале XVIII века. Известны и примеры, когда казаки, скажем, подавали астраханскому епископу запросы по поводу соблюдения старого обряда, но и сами держались старых обрядов. То есть, в общем-то, примеры такие были, но если мы с вами будем смотреть законодательство эпохи Петра I, законодательство, как мы уже говорили, уже немножечко даже с послаблениями по сравнению с тем, что было до этого, то мы все равно видим, что любое использование старых обрядов, в том числе двуперстия, является оказательством раскола, и здесь, в общем-то, не обсуждается, почему человек так крестится. То есть, формально, конечно, мы видим, что старый обряд является обрядом запрещенным, и такого явления, которым впоследствии стало единоверие, как бы формально не предусматривается. Это лишь местные случаи, которые, впрочем, очень долго будут тянуться. То есть, можно вспомнить, что уже в 19 веке, уже когда единоверие было развитым институтом, мы читаем в отчетах епархиальных священников Нижегородской, Владимирской губернии, что вот где у нас прихожане многие крестятся в два перста, но поэтому находятся в полном общении с церковью, приходят на причастие не меньше разу в год, то есть, то, что, собственно говоря, по законодательству Российской империи была обязательна формальная норма, причаститься, быть на исповеди и причаститься так, чтобы записали в книгу, и никаких подозрений, что человек в расколе не существовало. То есть, это были люди, которые совершенно себя не отделяли от официальной православной российской церкви, но, тем не менее, молились по старому, или вот частично сохраняли особенности старого обряда, как тот же и перстень, и домашние молитвы, и так далее. В принципе, таких людей обычно называют крипто-старообрядцами, их было не так уж и мало, но, еще раз говорю, что раскрытие подобных явлений, оно, как правило, каралось достаточно жестоко, и здесь, конечно, в XVIII веке ситуация была крайне печальной, как раз период, о котором мы говорили, выгонки с ветки, да, обе на этот период приходятся, то есть, период, когда отношение к старообрядчеству, ну, наркоговоря, негативное. Изменения связаны с эпохой Петра III, с эпохой Екатерины II, но, опять же, здесь следует помнить, что правление Петра – это такой совсем маленький элемент, и все его решения, в том числе и по поводу старообрядцев, они реализованы не были, как правило, эти постановления, которые были намечены Петром, они впоследствии были дополнены уже Екатериной, и только в таком случае они начинали развиваться. Ну, а с другой стороны, правление Екатерины, которые иногда начинают представлять, как некий такой период особой любви к старообрядцам. На самом деле это тоже вымысел, по большому счету Екатерина в этом плане была чистейшим прагматиком, то есть вот есть так называемая речь, обращенная к совместному заседанию Сената и Синода, которое прошло, якобы, при Екатерине II, вот обсуждалась тема староверия, где Екатерина указывала на то, что старые обряды являются практически равночестными в нашей терминологии. Ну, на самом деле, большая часть этой речи перед Сенатом и Синодом это вымысел, по всей видимости, вымысел Единоверчества священника Отца Англиховского, которому я в свое время защищал диссертацию. Во всяком случае, идеи, которые там, собственно говоря, прописывались, они полностью совпадают с теми идеями, которые формулировал отец Иоанн. Главная, основная такая идея была доказать, что, собственно говоря, церковь всегда, точнее, церковные деятели, когда они всегда были против настроенных старообрядцев, а вот государи всегда были защитниками старого обряда, и начиная с хитра, ну, особенно, конечно, Екатерина, Павел, да, то есть вот эти государи. На самом деле, конечно, документ очень странный, он ни по каким государственным архивам просто не фиксируется, то есть не архив Сената, не архив Сенода, да, то есть где, ну, наверняка бы такой документ, где Екатерина выступала, да, то есть понятно, ну, наверняка бы там был, он возникает в тех публикациях, которые делаются либо Верховским, либо с его подачи. был такой очень интересный деятель, старообрядческий издатель, деятель уже 19-го столетия, Владимир Карлович, у воскрешенных евреев, который издал за границей совершенно великолепный корпус источников в защиту старообрядчества. И вот эта речь, она встречается как раз так. Но первый том этих документов, он фактически был подготовлен в Верховском, там, если выверять материалы, просто Верховский не мог издать здесь, поэтому вот издали за границей, и здесь, конечно, понятно, что эта речь, она является такой... Ну, действительно, при Екатерине большой издвиг был в отношении старообрядчества, да, то есть двуперстие уже не рассматривается как чистое оказательство раскола. Фактически термин старообрядчества, он вводится именно с этих пор, да, все-таки для самих старообрядцев самоназванием более таким традиционным являлась староверы, да, вот старообрядцы это тоже термин-то как-то изначально внешний, в общем-то, хотя и прижившийся, да, но все-таки Екатерина в данном случае выступала именно с прагматической точки зрения, она хотела получить тех работников, тех землепашцев, которые могли хорошо работать на земле, которые могли ответственно подходить к работе, в освоении новых земель, и поэтому как раз вот даже по регионам можно посмотреть, да, там Иргиз, регион, который заселялся активно в это время немцами, тоже очень работящими, да, другими иностранцами, тогда же и старообрядцы туда переселялись, получали различные льготы, соответственно, для Екатерины, в общем-то, вопрос обряда был, ну, откровенно вторичен, Екатерина, стоит хотя бы вспомнить, что именно это Екатерине, знаменитой Мелесина, оберпрокурор готовил айфон, которая, по большому счету, должна была приблизить православие, официальное православие к лютеранскому, да, то есть для Екатерины, в общем-то, многие идеи лютеранские были гораздо ближе, или вспомним, что ее духовный отец ходил в штатском, да, ходил не в аясе, что для конца XVIII века было вызывающе, надеюсь, не так, как сегодня, да, священник, который ходил без аяса, это, в общем, для конца XVIII века достаточно большой вызов. В 1765 году архимандрит Платон Левшин, будущий митрополит московский, издает книгу «Повещание в утверждении истины и в надежду действия любви евангельской», в которой говорилось о том, что вера одна, несмотря на различные обряды. Это такое, можно сказать, первое официальное заявление о возможности использования старого обряда на официальном уровне, на нее впоследствии расцвывались старообрядцы, те, которые хотели воссоединиться, наверное, с русской церковью, но при этом в этом документе говорилось о том, что, конечно, старообрядцы заблуждаются в своих взглядах, в своих позициях по поводу старого обряда и, конечно, ни о каком равенстве обряда, тем более о том, что старый обряд является действительно более древним и уважаемым, об этом, конечно, речь не шла. Речь шла о том, что возможно допустить служение само по себе по этому обряду, и, то есть, в данном случае мы скорее видим отказ от вот той ложной первоначальной мысли, да, которая была еще в 17-м столетии о том, что старые обряды, ну, это совсем какие-то новые выдуманные еретические новины, да, о которых никогда не бывало, да, здесь уже такой мысли не проводится. Первым при ком можно сказать образовался первый единоверческий приход, еще без такого названия, был славянский и херсонский архиепископ Никифор Феотоки, ну, в современной литературе чаще она напишется как Феотоки с С на конце, хотя в 19-м веке и в начале 20-го всегда, то есть, в той литературе, которая касается единовериям, всегда этого С нету в написании Феотоки, ну, вот, он действительно был грек по национальности и когда к нему в 1779-м году обратились старообрядцы, жившие в Елизаветградском въезде в российской губернии, то есть на территории нынешней Украины, они просили предоставить им священника из их среды для служения по старопечатным книгам. Ну, это вот как раз пример того, о чем мы с вами говорили, что к этому периоду, когда уже многие попытки были возродить священство для старообрядцев каким-то образом через православную российскую церковь или же через какие-то другие поместные церкви, все это не увенчалось успехом, да, в результате вот такая уже мысль, ну, по большому счету отчаяния, да, получить хотя бы священство независимое, но священство, которому официально будет разрешено служить по старому. И в знаменке такое разрешение архиепископу Никифору было дано, там построили храм, позволили использовать старые обряды и старые книги, священник Стефан Попов был туда направлен, то есть, в общем-то, мы видим первый такой пример единоверческого прихода, но Синоп, надо сказать, на это ответил крайне негативно, и Никифору пришлось свою защиту писать целый документ, краткое повествование об упрощении раскольников селения Знаменки, в котором он доказывал, что в разных поместных церквях применяются разные обряды, надо сказать, что представители Знаменки в своих прошениях совершенно четко писали, что да, они признают полностью правоту русской церкви просят дать им только обрядовое различие, то есть они в общем-то осознавали, что они входят в общение с православной российской церковью, это был осознанный акт, потому что если мы будем брать 18 век, там можно найти документы, когда старообрядцы вообще просят им поставить священника, но как правило в этих документах мы не видим четкой формулировки непонятно поставить священника, а священник потом будет подчиняться архиерею или он в общем отойдет, да, то есть просто будет исполнять богослужение, то есть здесь в данном случае конечно вопрос рассматривался очень конкретно и не было такого вот такого скажем подвоха, который мог быть в 18 веке в подобных прошениях. Мы с вами уже немножечко говорили про Инока Никодима в предыдущих лекциях. Вот, Инок Никодим занимался достаточно долго поисками старообрядческого епископа для старообрядцев и в разных формах это происходило. В 1768 году он, например, ездил в Грузию, участвовал в нескольких поездках на христианский восток. Вот, но в 1781 году он вместе со священником Михаилом Калмыком побывал наместником Малоруссии графа Румянцева Задунайского и тот предложил обратиться к императрице с прошением о поставлении епископа, вернее, хор епископа, как означало в документе, вот, который бы окорлял старообрядческую паству, собственно говоря, интересно, что термин хор епископ, то есть сельский епископ, в данном случае он как-то очень странный, до сих пор это в историографии не рассмотрено, почему именно хор епископ, то есть сельский епископ это все-таки епископ подчиненный, не совсем века, и это особый чин, существовавший в Древней Церкви, но епископ не совсем самостоятельный, младший епископ, поскольку он служит не в городе, а служит в сельской местности. В данном случае в общем-то речь-то шла о полноценном епископе, судя по описанию его функций, но почему-то во всех документах он числится как хор епископ. Искали кандидата, кандидаты рассматривали самые разные, в частности многие владыки, которые были на покое, из них наверное самый известный Тихон Задонский, но они не дали согласия и в 1783 году Никодим подал генерал-губернатор Новороссийской, Азовской, Астраханской губерний князя Потемкина прошение в Синод, подписанное полутора тысячами старообрядцев из Стародубья с 12 пунктами, которые касались снятия клятв на старые обряды, позволения совершать богослужение по старопечатным книгам, назначение вот этого самого хора епископа, непосредственно подчиненного Синоду, да, здесь, что важно, чтобы он был вынут из-под управления епископов, которые молились по новому обряду, да, то есть Синод в данном случае представлял коллегиальную организацию, в которой мог подчиняться этот хор епископ, вот, и Потемкин в общем-то сначала поддержал этот проект, к проекту он составил перечень замечаний, объединил его со своим планом заселения Новороссии, и согласно этому плану, уже в версии Потемкина, старовряцы должны были переселиться в Крым, поскольку территорию нужно было осваивать, и там им будет дан епископ. Но в план старовряцев в общем-то совершенно не входило переселяться ни в какой Крым, они планировали жить в стародубии, кроме нескольких беднейших семей никто в Крым не отправился. В результате Потемкин конечно обиделся на старовряцев, и дело фактически за 100 поелось, а тут совершенно неожиданно, еще совсем молодым, умирает и понятное дело, дело встает, больше нет такого пассионарного деятеля, который мог лоббировать интересы старовряцев. План этот остался, ну скажем так, незавершенным. В 1787 году православным священникам Синод разрешает совершать богослужения по старопечатанным книгам для стародубцев, но это такая полумера, то есть на самом деле вот если мы будем смотреть литературу, то отношение к этому случаю оно очень-очень разное. Вообще, кстати, если просто этот вопрос будет кого-то интересовать, вы можете обратиться к замечательной работе в протеи Тимофея Верховского. Тимофей Александрович Верховский известный миссионер единоверческий и сначала служил в Черниговской губернии, потом впоследствии многие годы служил в Петербурге в очень известном староверческом протеере. А это родственников? Это отец отца Ряна Верховского и отец соответственно библииста Верховского врача в своем родном брату. Целую работу посвященную с документами разбирается все прошение Никодима по пунктам. Можно проследить как происходило, как эволюционировали воззрения, как власти пытались сделать под себя этот проект. Короче говоря, отношение в историографии к этому явлению очень разное. Например, если мы возьмем труды владыки Симона Шлио, то владыка Симон говорил, что да, вот это был правильный план, потому что просили епископа, то есть это был первый опыт прошения полноценного единоверческого проекта. А если мы возьмем Чельцова или концепцию Суботина, то там наоборот мы будем читать, что из-за того, что Никодим за епископом погнался, вот собственно говоря, весь проект провалился, ничего хорошего из этого не вышло, только одни полумеры. Сам по себе Инок Никодим, конечно, эта фигура очень интересная. Про него написан тоже достаточно значительный труд, еще до революции, но разные исследователи к нему опять же относятся по-разному. То есть некоторые воспринимают его как старобряца, который просто пошел на такую возможность соединения в силу таких трудностей. Он принадлежал к, напомню, мы об этом упоминали, позапрошлый по-моему раз он принадлежал к согласию Дьяконовца, то есть принимавших третьим чином из Православной Российской Церкви священников, другие говорят, что это действительно первый такой единоверческий реальный большой проект, который задумывался и был основательно продуман, но к сожалению из-за смерти Никодима не был доработан. Таких присоединявшихся сначала называли соединенцами, термин единоверия появится уже позже и в первые годы правления Павла I появляются общины в Казани, в Новгороде, в Тожке, в Твери и даже в Санкт-Петербурге. Никола-Миловская церковь в доме купца Милова в этой церкви по-старому молился даже сам император Павел. Такой интересный момент. Первый храм впоследствии Никола-Миловская церковь была выстроена уже как отдельное строение, сейчас, к сожалению, не сохранившееся. Там служил как отец Андроховский, сын отца Тимофея. Ну, а в то время это был именно домовый храм. это вот такие первые попытки, которые производились добровольно. Здесь ключевое слово, да, это добровольно это соединение. То есть вроде бы общин этих не так много, но они идут на соединение добровольно и никто их, в общем-то, не принуждает к соединению, кроме, может быть, самого такого печального положения стародричества. Вот, поэтому здесь мы видим такое движение в сторону объединения, в отличие от того, что, скажем, мы рассмотрим потом при Николае первым. Конечно, можно вопрос задать? Можно, конечно, в конце все вопросы задать? А вот соединится, понятно, дело, что это были общины, но в основном без попа. Наверняка были первые попытки. Были случаи, когда первые попытки возвращались в церковь, их разрешали без служения? Практически не разрешали, потому что запрещено было принимать, попов. Но случаи были, то есть, один из последних рогожских попов, он как раз вернулся в общение, когда уже на рогожке оставалось несколько попов, там один остался и признал белоконистскую иерархию, один перешел в единоверие Петр Ермилов. Но изначально запрещали принимать обратно, то есть, либо просто насильно возвращали уже в то место, откуда бежал, там уже на покаяние, либо просто не принимали. То есть, прецедентов такого, что явно, что он был новопрячистым священником, потом убежал, стал бегом, потом расставляться, и потом стал соединяться на ледянастию, провести него нет. Такого нет. Хотя, вот эти вот случаи, как Петр Ермилов, но это уже немножко другой период, это уже позже. да. Поэтому, конечно, каждый присоединялся на каких-то своих определенных условиях. То есть, каждый выставлял свои определенные условия, и каждый просил чего-либо особого, единых правил, просто не существовало. В результате, для того, чтобы как-то систематизировать все это, в 1799 году были приняты те пункты, которые были поданы митрополиту Платону, 16 пунктов московскому митрополиту Платону, там, самому Левшему, они были приняты как основа для дальнейшего присоединения. Хотя, перед этим были пункты, скажем, Незегородских, 12 пунктов Единоведцев, тоже достаточно широкие, и они, в общем-то, между собой перекликаются, но просто сейчас нет времени как бы анализировать, что там осталось, что не осталось, но один важный момент, что до этого просили епископа, и перед этим епископе было отказано, поэтому уже московские единоведцы уже епископа не просят, и это, собственно говоря, такой был очень сильный момент поражения, который потом более чем на 100 лет, по большому счету, для Единоведцев был травм. А Никифоров, который ты до этого упоминал, Феотокис, я вот так и не понял, он-то служил по старому, нет, у него такая практика была? Нет, у самого нет, он отца Степана Попова туда послал, разрешил, вот на этом приходится и говорит, да, вот такой первый пример был. А самой практики не было у него? Нет, 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 это точно известно, да? Я во всяком случае нигде не встречал, чтобы он там поехал и осветил, допустим, да, судя по тому, как он кончил свои дни все-таки в этой пафосной Свято-Даниловой обители, конечно, что-то я тогда там стал, собственно говоря, да, тогда-то мне Синод очень за это рассердился, а впоследствии он, в общем-то, скажем так, повысился за его положение. Обращение, да, ты имеешь его? Да, 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 да. Роман, а в связи с этим же а с его знаменка? Расскажи о нем, оно целое, не целое, что ты, было ли там, как только там была община? Целое, а до сих пор существует. Миша, ты же был, да, в Злымке? В Злымке, не ясно, не ясно. Или в Злымке, или в Злымке? Я знаю об этом, подожди, или в Знаменке ты был? Нет, нет, я не был ни в Злымке, потому что в Злымке были люди, я могу со словом немного... Но вот фотографии, которые были, я бы что-то думал, что были. Нет, нет, это не я был. Злымка, это действительно один из приходов, который был единоверческим, то есть еще соединенческим приходом до формального официального вызывания единоверия, то есть он был основан в 1760-х, то ли 80-х годах. 1770-й, сейчас я точно скажу. Ну, сейчас точно скажу. 1779-й год. 1779-й год. Соответственно, за 21 год... То есть это там и Елизавет Браун, да? это нынешняя Кировоградская область, так называемая Украина. Вот. И эта деревня, она была, ну, не поселок, в основном Великоросской, то есть в Малоросах там было относительно немного, сейчас, конечно, количество так называемых украинцев-малоросов стало гораздо больше, и сейчас в Этитилене два храма. Один храм Украинско-Православный Совет Масовской, это обычный, который они все называют православным, другой храм, который называют Кацавский, то есть, соответственно, Великороский. Вот этот Кацавский храм, это и есть тот самый храм, к сожалению, здание сгорело, и сейчас храм перестроен на ангар, и в этом храме сохраняется преемственность от того соединенчества единодорческого прихода, который существовал в этом храме. Сейчас он был ошибиться, но, по-моему, храм не закрывался. Храм не закрывался, это один из них. Но, к сожалению, как и огромное количество параллелей, этот прихода единодорческий, он был сломан в советский период, сломан следующим образом, что туда просто стали ставить обычных нововляческих священников. Какие-то из этих священников уважали традиции общины и старались во всяком случае служить по старым книгам, совершать простомедленно семью прорфорах и так далее. Иные как могли, так и служить. Нынешний священник, его зовут отец Александр Поварищук, сразу же я думаю, что он из Баларуси, я с ним никогда не общался, но я с ним созванивался. И я пытался из него ... А, ну вот почему я помню, что я купил. У меня телефон даже сохранился, можно по-счетке звонить. Я пытался выйти. Он мне рассказал следующим образом. Да, у нас есть бабушки, бабушки, которые продолжают петь, вот как отец Сергий Маснев лет 20 назад, а то может уже и больше, ездил туда и очень всем известную в узких кругах запись пения этих бабушек привез. Они так же, как мне сказали, они так же продолжают петь. Чудесно у вас не сохранилось несколько подручников, подручников, несколько лестовых, но священник это малоинтересно. Хотя сам он мне сказал, что старается служить по старым книгам. Насколько это уже действительно правда, это нужно ехать и смотреть. Ну понятно, это, в общем, да, это ситуация, когда, видимо, там уже смешение идет. Конечно, это в советское время, в позднее советское время было повсеместно, да, сфандалсты сидят, поэтому так же не сказал. То, о чем, собственно, говорит Михаил, значит, насчет записи, это действительно очень интересная запись. Отец Сергей Маснев, единоверческий священник в юрисдикции Русской православной церкви за рубежом в подчинении митрополиту Владимиру Чилищеву, он, значит, туда, ну, тогда еще, будучи сотрудником издательского отдела Московского Патриархата, он ездил, записал интересную, действительно, очень запись, такое своеобразное пение, такие скрипучие, мощные бабушки с таким, знаменное пение такого вот сельского типа. Очень, очень интересный артефакт, запись, если вы думаете. Называется, джин, в сети есть. Во-первых, в сети, в тайнуху Акса Сергия наверняка ее купить можно. Я слышу, что это называется старообретический паркор. Я слышу хэви метал. Ну, это ладно, это не важно. Но, на самом деле, вот такое смешение, оно сегодня присутствует в некоторых местах. Это как достаточно печальная ситуация с приходом в Усть-Цильме, в поморском таком регионе, вот там была совершенно подорожная ситуация. То есть, он везде числился, как вот приход Усть-Цильме единоведческий. Московский, подмосковный единоведец, никто с ними не общался. То есть, никакого общения, никакой информации. потом, значит, представители Михайловской Слободы наконец вышли на них. Сначала вышли на кого-то там из, по-моему, местной школы, в общем, созвонились, он говорит, да, вы по-старому там умолитесь, да, да, вот мы там единоведцы, все, говорит, да, а книги у вас старые? Он говорит, нет, Ну, в общем, с этим товарищем немного общались. Это уже потом сначала, сначала первая ситуация была такая, да, как, новая, ну, наверное, новая, там, может быть, вот сейчас отпечатали, там, на Возыковской печати сейчас много выходит, ну, завезли, наверное, просто старые книги не сохранились, да, старые печати. Ну, ладно, хорошо, а потом уже говорили с священником, когда, да, то есть, говорит, да нет, мы, говорит, все, по-новому служим, и пение у нас протестное, все, говорит, а почему единоведческие? Ну, Владыка так благословил, чтобы он числился единоведческим. За все это время перешла одна-единственная помог оттуда, то есть, весь приход просто, вот, обычный новаеведческий приход, который числится по документу, но это, вот, к сожалению, сегодняшняя ситуация. Ну, ладно, вернемся к эпохе более ранней, митрополит Платон, 16 пунктов, которые были поданы от московских единоведцев, 27 октября 1800 года их утвердил император Павел, и вот, я их зачитаю, но сразу скажу, что потом будут оговорки в том виде, как они были утверждены. Первое, это вот снятие клятв синодом на Двоеперстии и другие старые обряды. Второе, хератония архиереями православной церкви для старобрядцев, священников и диатонов по избранию архиереи прихожан, что совершение хератонии должно проводиться по старопечатным книгам. И вот здесь, кстати, вот на вопрос, опять же, Мишин, просили первоначально признать тех священников, которые переходили в сущем сане и вернуть их, а в этом в результате было отказано. Вот это как раз один из пунктов единоверия. Потом, конечно, разрешение совершать богослужение по старопечатным книгам, освящение храмов для единоверцев опять же по старопечатным книгам, о том, что не призывать старобрядцев к соборному, простите, священников, которые служат у старобрядцев и единоверцев к соборному богослужению с представителями греко-российской церкви, и о недопущении в храмы тех, кто будет креститься тремя перстами, бореет городу и прочие несогласия имеют с традицией старобрядческой. Потом, о том, что священники должны быть подсудны по духовным делам непосредственно митрополиту, минуя консисторию, об обеспечении старобрядческих священников миром от московского митрополита, об исповеди старобрядческих священников только старобрядческим священникам, то есть нельзя отсылать к правилу, которое потом очень часто нарушалось к священникам нового обряда, о том, что археи должны благословлять двореперстно свою пасту из этих приходов, о том, что признается действительными совершения священной действий, даны совершенных старобрядческими священниками крещений, бракосочетаниями митрополитов и монашества, о не запрещении принятия святых тайн православными у старобрядческих священников и старобрядцами в православных храмах, о подсудности старобрядческого духовенства московскому митрополиту, об особом порядке ведения трехчастных книг, то есть метрических книг, о том, что при заключении смешанных браков православно-старобрядческих о венчании по общему согласию или в греко-российской или в старобрядческой церкви, то есть как захотят, о молении старобрядческих священников за императорскую семью по той форме, которую пришлет Синод, что, кстати, единоверцами не всегда соблюдалось, и о взаимном непорисании, о том, что взаимно друг на друга клятвы не возводить за содержание разных обрядов разных книг «И да пребудут старобрядцы и сыновья Горько-российской церкви в мире любви соединения яко-чада единой святой соборной и апостольской церкви». Но в данном случае надо сразу для себя понять, что когда я говорю старобрядцы, я имею в виду единоверцы, просто термин только вводится в результате принятия этого документа, и на тот момент очень часто в документах единоверцы называют старобрядцами, даже уже после принятия этого документа, в первой половине XIX века это достаточно часто, потом термин наоборот пытаются убрать, не путать и не смешивать. Митрополит Платон ограничивает пункты, в частности пункт пятый, а о том, как допускать не допускать на богослужение остальных написано, что по разумению стоит делать пункт одиннадцатый о незапрещении принятия святых тайн, да, то есть там единоверцам разрешалось принимать святые тайны от новобрядческих священников, а новобрядцам говорил, что только в случае особой необходимости страха смертного ради, и так далее. То есть вот такое перекошенное состояние, то есть понятно, что все равно единоверцам признавали как бы немножко не такими. Это действительно фиксировалось в документах и судя по тому заключению, которое было два прибавления, вот в этих прибавлениях, которые митрополит Платон написал, видно, что отношение к этим людям такое условное пока, вот временно, мы вам даем такую возможность, да, но мы надеемся, что вы в конце концов все-таки перейдете на новые обряды и от своих вот этих заблуждений откажетесь. Они не являются причиной для разделения, но они являются определенными заблуждениями. Образование общин началось достаточно быстро и сначала в Москве образуется община Троицеведенский храм, ну точнее Троицеведенский приход, это два храма, которые были выстроены в Москве, если территориально смотреть, ну можно по-разному ехать, можно от Бауманска ехать, можно в Курске в принципе доехать на берегу Яузы, да, достаточно значительные храмы, красивые храмы сейчас новообрядческие, вот, ну два храма. в Колумбе, это район завода Кристалл, да? Да, это прямо напротив завода Кристалл, там была великолепная табличка восстановлена на деньги завода Кристалл, да, двадцать жанра храма больших да, 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 я кстати это интервью мусо свистого вот это московское единоверие в потяжении да, причем центр такой очень большой там было и училище там была типография скажем это училище закончил ладыка Серафим Звездинский будущий священный мученик русской православной церкви потому что его отец там собственно говоря служил отец Звездинский очень известный был священник он родом был из старобрядцев Тверской губернии и в общем-то он такой был очень крутой по своим взглядам несмотря на то что был единоверцем но единоверцем придерживавшимся таких вот богослужебных отличий старобрядцев в частности была дискуссия по поводу причастия старобрядцы причают три раза подают лжицу а наводается один раз и вот по этому поводу вообще не был достаточно серьезный конфликт вот отец Иран долгое время как раз даже скажем так условиям своего служения ставил то что он будет подавать лжицу три раза но это один из моментов сколько сложный был момент там я тебе могу потом просто дать статьи статьи свои разбирал по документам причем два этапа там уже во втором этапе там отец Иран уже немножко сдался на первом этапе когда он только только стал священником очень радикально стоял отец Пафнутий Овчинников тоже был на его стороне такая дискуссия была жесткая вот если говорить о как раз вот этом периоде первом при Павле и Александре то в 1818 году указом Синода образуется единоверческая типография при Троицевведенской церкви для печатания богослужебных книг это была единственная типография которой было разрешено печатать книги для староврядцев поэтому собственно говоря книги которые там печатались они ходили очень очень широко и во всех старых общинах там таких как Оргожское тоже кладбище да можно найти книги просто единоверческой печати которыми пользовались именно старобрядцы некоторые беспаковцы правда выдирали страничку где по благословению Синода вот чтобы дать смерку но они они относительно дешевые да там апостол может стоить тысячу рублей совершенно спокойно недорогие книги вот но интересно что на Рогожском в библиотеке хранятся как раз книги по которым сверяли тексты они попали туда уже после закрытия типографии в том числе в том числе с подписью отца Иоанна Звездинского как раз отца владыки Серафима Звездинского то есть он как цензор там выверял тексты на полях там его подписи такие прям книги сшитые очень интересный образец вот типография обеспечивала очень многих единоверцев и старобрядцев этими книгами например в 1849 году в этой типографии было выпущено более 7000 книг в 54 более 9000 книг печатались еще венчики ну то есть все что вся необходимая печатная продукция потому что остальные типографии были закрыты интересно что типография была как раз при Трольцево-Веденской общине и Трольцево-Веденская община получала с нее процент который впрочем достаточно так скажем использовался часто на благотворительность в частности и книги тоже отправлялись иногда в бедные приходы в качестве благотворительности но вот братство Петра Митрополита миссионерское о котором мы еще будем говорить оно постоянно пыталось перевести в Никольске по настре эту типографию потому что видимо все-таки процент был очень хороший можно было получать очень хорошие деньги но в общем все-таки типографию не перевели только обязали типографию жертвовать определенную сумму Никольскому единоверческому монастарю который по сути делал монастарем не столько единоверческим сколько миссионерским по своей сущности ну так ну так вот при Александре и при Павле количество присоединений было не очень большим но это в основном были общины которые скажем так присоединялись по своей инициативе то есть это было действительно присоединение добровольное и присоединение которое ну скажем так является волей самих старобайцев которые выбрали вот такой вот путь однако с приходом к власти Николая Первого ситуация кардинально меняется ну я уже говорил на прошлых лекциях что во первых старобайцам в это время запрещено было принимать новых беглых священников то есть таким образом старобайцы сталкиваются со следующей серьезной проблемой где взять даже священников не то что епископ и тем не менее в этих условиях нельзя сказать что старобайцы вот так вот жаждут стать единоверцами поэтому Николай Первый начинает насильственное присоединение старобрядцев на правах единоверия те описания которые мы читаем в документах они как правило просто выберут то есть скажем при там присоединении малиновского скита на Черниговщине приезжали пожарные команды которые на холоде обливали старобрядцев водой и соответственно старобрядцы стоявшие на защите храмы вынуждены были разойтись разбежаться и просто храм был захвачен то же самое производилось и в некоторых других местах иногда производилось это за счет ну скажем так небольших групп которые хотели присоединиться очень часто это были группы людей скажем так состоятельных которым было что терять тем более что запретили входить в купеческое сословие старобрядцев и здесь уже ситуация была такая кто хотел сохранить свое положение должен был присоединиться вот такая ситуация например была на тагильских нижнетагильских заводах там как раз в основном те кто имел капиталы большие они присоединились к единоверию те кто был победнее они продолжали хранить веру ну это конечно не то что везде вот так происходило но такая же ситуация произошла скажем с Гучковыми да постепенно то есть тоже Гучковы сначала наоборот стоявшие очень строго на беспоповских позициях присоединились и в результате знаем уже Гучковых как лиц достаточно светских хотя формально числявшихся единоверцев вот то есть такая ситуация конечно была очень плачевной монастыри начинают присоединять и присоединяются главные центры вот 3 апреля 1854 года московский митрополит филарен драздов осветил на мужской половине федосиевской преображенской общины единоверческую часовню во имя святителя Никола потом единоверческая крестово-раздвиженская церковь и так далее и так далее и так далее в 66 году там уже создается единоверческий монастырь который первоначально как я вот в одной из лекций уже рассказывал был образован для того чтобы поселить туда достаточно большую группу белокарининских перешедших достаточно значительных чинов включая епископ коломенского Пафнути наместника белокарининской митрополии епископа Ануфа и Парусова вот но очень быстро руководство взяли бывшие беспоповцы во главе с Павлом Прусским и с этого момента монастырь начинает свое движение в сторону такой миссионерской деятельности он начинает взаимодействовать очень активно с другим монастырем тоже освященным по идее митрополита Филарета Дроздова это подмосковный в районе Куровского сейчас уже в черте города миссионерский монастырь который иногда числится и в документах и в книгах единоверческим на самом деле никогда он единоверческим не был спас преображенским монастырь и очень интересно проследить по послужным спискам посмотреть там иногда меняются игуменами иногда меняются духовенством при том что в спас преображенском монастыре по всей видимости иногда служили по старому но это чисто миссионерская цель Роман исторически они сами себя так называли потому что именно миссионерское движение одна из главных задач была именно присоединение старобрядцев хотя были разумеется миссионеры которые работали с олеутами там эти миссии все разумеется были но значительнейший на всех миссионерских съездах если посмотреть значительнейший элемент это именно проблема старобрядчества последние миссионерские съезды в Российской империи проходили в Никольском монастыре то есть вопрос присоединения старобрядцев он был одним из самым главных миссионерства в этом смысле конечно вот то есть монастырь в общем с такой задачей присоединения там базировалось братство Петра Митрополита которое возглавлял уже упоминавшийся профессор Суботин Николай Иванович то есть такая база для обращения старобрядцев в монастырь периодически привозили и некоторых старобрядцев для увещания иногда правда старобрядцы делали это специально для того чтобы немножко освободиться от заключения скажем есть документы там владыка Конан Дураков вот он когда был в заключении в Суздальском монастыре он там заявлял что все я значит готов на присоединение везите меня значит к Павлу Хрустну в Никольске его привозят то есть соответственно вывозят из заключения да нет раздумал ну его опять да ну то есть такой опыт тоже был для того чтобы немножко так скажем передохнуть да хотя бы как-то вот заключение вот Рогожское кладбище тоже частично присоединяется вообще первоначально присоединившихся на Рогожском было совсем мало но им отдают одну из часовен самую близкую к кладбищу ну правда самую маленькую Никольскую часовню нынешню Никольский единоверческий храм ну он сейчас не единоверческий просто его в простое называют единоверческим единоверческая община оттуда выехала в Мехаровскую в Слободу в 88-89 годах уже 20-го столетия вот и начинается достаточно интересный процесс такой вражды между вот этой общиной и староверческой общиной интересно что сами же единоверцы в своих воспоминаниях пишут что когда нужно было на кладбище провести покойник то тележку возили не под колокольник которая была рядом с кладбищем а везли ее в объезд достаточно долго в общем но только чтобы под единоверческой колокольней не ездить вот то есть вот такие конфликтные ситуации хотя уже скажем в 20 веке местные единоверцы и местные староверцы были в достаточно дружных отношениях потому что здесь уже вопрос стоял о том что чтобы веру сохранить и традицию сохранить а не о том кого там какое подчинение вот но интересный момент что когда было запрещено вступать в купеческое сословие старобрядцам очень быстро на ракушках повышается количество единоверцев причем их никто толком не присоединяет отец семейства приезжает и записывает свою семью в список единоверцев когда угроза миновала выяснилось что единоверцев то собственно нет и все они опять старобрядцы потому что это был чистый такой вот акт записаться чтобы значит из купеческого сословия не исключили а потом все так и остались старобрядцами вообще это конечно было чревато дальнейшими преследованиями и в московской консистории эти документы есть но здесь видимо все таки в условиях массовости это как-то не получил такого развития вообще если вот человек записывался уже потом вернуться было очень сложно это уже рассматривалось как отступление вот но в данном случае интересный пример того что многие записались но по сути дела никто не присоединялся и даже понятно были большие семьи да просто отец семейства записал семью а никто там не подходил ни подмира помазан ни подошло то есть формально присоединений то и не было как такового то есть только по документам вот в это время начиная с 1829 года вводится единоверие на Иргизе обращены Иргизские монастыри Нижневоскресенский Никольский Успенский Преображенский Покровский большая часть конечно не желает иноков присоединяться и поэтому они были вынуждены уйти с Иргиза единоверческими стали монастыри Черниговский Малиностровский Покровский Казанский Нижегородский епархий целый ряд присоединений Могилевской вот но учреждаются и новые единоверческие монастыри в Москве было два монастыря об одном мы уже говорили и второй это Всехсвятский единоверческий девичий монастырь 1862 год он находился недалеко от Рогожки до сих пор будет стоять домик в котором узнается строение церкви это вот единственный храм оставшийся ну сейчас там офисы и никого туда понятное дело не пускают но он такой розовенький в общем видно что это бывший храм вот а на самом деле это был монастырь с двумя храмами и община и община и община и в двадцатом веке продолжала свое существование часть времени они жили при церкви на Рогожском Никольской часть времени они впоследствии проводили в Михайловской Слободе еще до ее закрытия там до сих пор есть домик который показывают как домик где жили эти инокини Михайловская Слобода где Москва Михайловская Слобода это не Москва уже это значит по в общем если ехать от Выхина да это уже вот Бронинский район вот но от Москвы Раменский район не доезжает да Раменский район туда не доезжаю любимое место профессора Дугина ну профессор Дугин там Киролошанин да кстати говоря вот это самый большой на сегодняшний день единоверческий приход самый можно сказать такой устроенный с тремя священниками вверх ахиерея не хватает еще ну это проблема о которой мы сейчас что-то говорим Андрей найти грек еще без них это ничего не получается в России сделать в делах старых обрядов сначала расколу учути а потом выходить из этого колеса безверха не получается вот как я уже говорил период второй половины XIX века это время когда ведется активная миссионерская деятельность но в то же время и гонение на стародайцев не особенно ослабевало все правление Александра II стародайческие узники находились в Спасо-Ефиминском монастыре вот и интересно что в 1851 году насчитывалось уже 179 единоверческих церквей но зачастую эти церкви конечно были насильно присоединенные и в каких-то церквях было очень мало прихожан по документам это очень четко просматривается часто единоверческие священники просят выделить им какое-то финансирование хотя по логике единоверческие храмы должны как и стародайческие в общем-то сами платить были жаловами своим священникам но были такие даже подмосковные храмы в которых ну просто пара семей и понятно что священника содержать вообще не на что было вот были приходы куда просто загоняли насильственно и в этом плане конечно интересно поговорить о том что единоверие никогда не было едино вот я конечно здесь в данном случае буду условно говорить но если мы будем говорить о 19 веке то я выделяю ну есть разные деления да я выделяю три таких основных направления одно направление условно называется соединенческим это термин 19 века это скажем так добровольно вошедшие в общение старообрядцы которые строго стоят на своих традициях старообрядческих но поэтому признают иерархию от православной российской церкви в 19 веке например тот же отец Иоанн Верховский ну наиболее такой конечно радикальный может быть формен но тем не менее он сам себя считал соединенцем униан это хорошо переводить на нашу образ ну термин униан сегодня вообще он так плавающий нет здесь важно что это сознательное сознательное присоединение да и важно стояние на консервативных позициях в отношении традиции миссионерское направление которое не ставит своей целью сохранение старого обряда по сути дела это приходы в которых очень часто происходит серьезное размывание размывание достаточно быстро и вот на единоверческих съездах по этому поводу были целые доклады и там порядка двадцати было намечено таких больших отступлений которые традиционно допускаются подобных приходах вот это ситуация против которой кстати выступал собор 17-18 года наставив на том что если уж ты единоверец ты должен соблюдать все а не что тебе захотелось сегодня так служишь завтра так вот и это направление к которому можно отнести Павла Парусского да то есть для них обряд был важен только как средство присоединения да а дальше уже то есть такой канал постепенного перевода на новый обряд и наконец третье направление это формальные единоверцы такие тоже были вот скажем войско уральское да практически все войско войско либо единоверцы либо белокоренецкие там к северу больше было белокоренецких к югу больше единоверцев но это единоверцы причем новомреческий храм там кафедральный собор был деревянный а у единоверцев там такие крупные церкви ну в том же уральстве до сих пор церкви сохранилась правда уже не единоверческая то есть каменная церковь все пристроено солидно но там случались очень интересные такие ситуации которые описаны широко в литературе да когда приезжает там из гепархии храм немедленно закрывается никого туда не пускают и община извиняется что у нас там ремонт никого пустить не можем все закрыто да были случаи перемазывания таких единоверческих священников то есть когда их отвозили на эргиз перевязывали возвращали то есть он формально чувствовался как единоверческий на самом деле ну был то есть такие прецеденты тоже бывали просто обращали насильственно казаков они не могли от этого отказаться обратили так обратили по документам обратили дальше ничего не пошло вот поэтому ну исключительно как канал исключительно как канал получения священства вот ну и в такой ситуации конечно когда мы говорим о единоверии мы должны сразу понимать что у людей и мотивация разная и положение общин совершенно разное одна из главных проблем одно из главных нестроений которое собственно говоря было у единоверцев о чем они постоянно говорили это отсутствие епископа то есть без собственного епископа без собственного скажем так заступника который мог решать их проблемы существовать было очень сложно постоянно наталкивались на то что те или иные моменты невозможно было осуществить потому что епископ просто не понимал что нужно в данной ситуации делать то есть или не хотел понимать или искренне действительно не понимал вот но сенот очень четко постоянно отказывал в этом были проекты прошений просто епископа были проекты достаточно радикальные вот в 1864 году был подан проект который известен как проект отца Верховского и купца Казанцева на самом деле там много участвовало лиц там был Московский Купец Шестов Казанский Петров Екатеринбургский Казанцев отец Андреховский Петербургский священник который предлагал вообще называть отдельную старообретическую иерархию выйти практически из общения с синодом но получить от синода священство вот поэтому войти в общение с белокреницкой иерархией правда при условии того что поскольку были единоличные рукоположения чтобы сомнений не было соответственно архиерею белокреницкой иерархии принять в общении и там совершить над ними либо какую-то исправу либо чтобы они принимали участие вместе с другими в поставлении чтобы никаких сомнений не было но фактически отделиться вместе с и потом присоединить к себе бедвупоповцев то есть находиться скажем так в мирных отношениях с синодом но от него не зависит вот такая отдельная иерархия разумеется этот проект был не поддержан впоследствии у Рыхловского будут немножко другие проекты связанные с этой идеей он будет ее реформировать достаточно радикально ну сегодня просто нет времени об этом говорить вот если мы будем говорить по персоналям как предполагается тогда как раз можно затронуть этот вопрос его воззрении но Субботин он стоит интересно что кстати говоря митрополит Филарен раздох в один из периодов даже склонялся к тому что нужен векарный епископ который будет окрамлять единоверность правда потом от этой идеи он отказался но Субботин стоял всегда радикально на такой позиции антиепископской и благодаря своей связи с победоносцем они все эти прошения гасили более того даже было запрещено подавать подобные прошения императору но прошения все равно постоянно подавались проблему эту так и не решили до революции решить ее удалось только на соборе 17-го 17-го года более того были и другие серьезные проблемы и конечно одна из серьезнейших проблем это проблема снятия клятв вот для старобайцев в общем-то клятвы не являлись серьезной проблемой потому что старобайцы считают что неправильно наложенные клятвы да они лежат на тех кто их собственно уложил возвратились на их голову для единоверцев которые вошли в общение получалось что они как раз под эти клятвы и попадают что они придерживаются старых обрядов которые с них снял не о собор которого в то время не было инстанция куда более низкая вот император одобрил постановление ну синод признал но это не те инстанции которые могут перекричать собор и опять же постоянно подают спрошения в Санкт-Петербургском обществе любителей духовного просвещения в 1872-1973 годах благодаря Тертию Ивановичу Филиппову одному из интереснейших на условиях филов государственного контролера впоследствии Российской империи удалось организовать целое парение по этому вопросу в которых участвовал Филиппов участвовал Александр Верховский косвенно за ними следил Достоевский который издавал некоторые материалы Филиппову гражданине потом лекции Филиппову были опубликованы в чтениях в обществе любителей духовного просвещения в правительственном вестнике и поднялась очень серьезная проблема потому что Филиппов как раз показывал что необходимо снять эти клятвы но синодальные власти от их имени профессор Петербургской духовной академии по профилю Раскола Нильский Чельцов и некоторые другие они радикально высказывались против этих идей говоря что клятвы наложены исключительно на тех кто отделяется от церкви по причине старых обрядов то есть то о чем мы вначале говорили что идея которая как раз в 19 веке возникает но на самом деле не подтверждается по источникам Рома про Терти Иванович что-то известно хотя бы одну службу по старому обряду где-то провел такие факты есть ли в смысле провел отмолился но он же был в замечательных отношениях с отцом они правда там несколько лет вздорили но как раз из-за одной из статей которые Терти Иванович скажем так прокомментировал не очень лестно не очень в пользу Верховского они на несколько лет так разъединились но в принципе они ведь очень активно общались существует замечательная переписка они очень-очень плосно между собой общались кроме вот этих вот нескольких то есть как разъединились он знал так же ну конечно конечно ну во первых он происходит из Ржева из крупнейшего центра староареического во вторых он с Верховским очень плотно общался к нему постоянно приезжал и здесь в общем А Фёдор Михайлович поддерживал идеи Терти Ивановича вот это четко видно у него есть высказывания на этот счет а вот насчет службы здесь сказать сложно то есть нигде там допустим у того же Верховского он жил недалеко от нынешней улицы Марата ну жил мог и заменуть улица Марата это улица где главный единоверческий храм в Петербурге стоял Никольский в котором служил Владык Симышлев о котором сейчас мы как раз не будем говорить и который сегодня является музеем Арктики Антарктики уже много лет хотят вернуть ничего с этим делом не получается отговорки типа у нас там самолет висит и мы его никуда переместить не можем такого помещения нам не дадут вот но это вот как раз самый большой единоверческий был собор единственный единоверческий храм который сохранился в Петербурге потому что единоверцы в основном были иосифлянами после революции и соответственно эти храмы в первую очередь уничтожались никто из единоверцев не перешел в обновленчество что интересно нет на самом деле иосифлянами это стали довольно таки поздно уже во второй половине двадцатых и там был даже разговор что мол типа есть документы по поводу того что что же вы единоверцев так быстро приняли от сердиан то есть сначала часть единоверцев была сердианами и в итоге к этому времени по сути уже остался только один храм который ныне музей Арктики и Антарктики то есть Милутский насколько я помню уже тогда Милутский наверное да вот Кладбищенский надо проверить да надо посмотреть по годам но то что идейно а в тридцатом году уже общины не стало то есть она с двадцать восьмого по тридцатой она была по-моему не таидцит с датой а то ли таидцит первой ну в общем пароль по-моему они были только эсциклянами в смысле были с храмом а потом храмы нет ну по указаниям там достаточно много было во всяком случае правых вот но так так или иначе храмы были уничтожены да и единственный который остался это вот нынешний музей Арктики Антарктики так значит для того чтобы не затягивать нам еще надо немножко поговорить о двадцатом веке перейдем да еще один момент который нужно тоже добавить это вот такая интересная ситуация о том что только в восьмидесятые годы было разрешено присоединяться если вот к единоверию если кто-то отпал на пятилетний срок в состоянии раскола до этого срок был гораздо длиннее и это блокировало ту ситуацию когда очень многие староверы которые были записаны как прихожане православной российской церкви за деньги формально да так называемые записные они не записные то есть староверы так называемые записные те кто считался официально староверами это не записные староверы вот они не могли присоединиться к единоверию потому что по документам они числились как прихожане нововрядных приходов и им было запрещено присоединяться потому что получается вы наоборот в обратную сторону идете удаляетесь начинаете хотя на самом деле это были люди которые никогда трех перстопных сложили вот теперь нужно было пять лет только не исповедоваться не причащаться для того чтобы разрешили присоединиться к единоверию это уже было несколько проще чем доказать что ты никогда не был и не числился вот в начале двадцатого века конечно одна из самых интереснейших фигур это фигура владыки Симона Шлиева владыка Химон его отец присоединился от беспоповцев был священником это человек который начал свою деятельность отец Симеон в Казани служил там в церкви четырех евангелистов и был очень известен вообще и в своем регионе и интересно что он например когда архиерей должен был приехать он поставил достаточно радикальный вопрос о том что если архиерей будет служить у него АПК как вот ему захочется что-то брать из нового обряда что-то из старого то общин такого архиерея принимать не желают если ты приезжаешь ты должен служить по старому и в результате был запущен интересный такой процесс архиерейский чиновник не был напечатан он был только в рукописных списках один из таких списков нашел его преподаватель владыки Симона будущий владыка Антоний Храповицкий тогда еще архимандрит и ректор Казанской Академии и вот этот чиновник был извлечен был впоследствии напечатан и владыка должен был служить по нему он отказывался служить предположим Серафим Саровскому которого последований не было для службы по старому новый святой он отказался служить то есть владык Симон в этом плане был достаточно радикален но можно так сказать не уперт то есть в тех случаях когда нужно было он в общем-то был даже биоритуален известно что уже после революции он был назначен на уфимскую кафедру где в том числе приходилось служить Типанову но это уже ситуация гонений на церковь когда значит уже это было может быть и против его настроений но вынужденной меры спасения церкви для него это было возможно скажем наверное там для представителей уральского казачьего войска это было бы невозможно такой человек человек очень интересный и из-за своего такого характера в общем с казанским архиереемом пришлось распрощаться он провел еще более выделенное место а именно стал священником в том самом Никольском храме на Грязной улице который сейчас на улице Марата вот огромным собой Петербургская община с удовольствием туда пригласила и он очень много сделал для укрепления единоверческого движения в начале 20-го столетия вот кстати говоря его книга «Единоверие в своем внутреннем развитии» она есть вот в таком издании это Мехаруская Слобода издала есть в издании Святкихоновского Павославного университета двухтомник Зиминой где биография Владыки Симона то есть первый том от собственной биографии второе его сочинение там вот уже несколько позже чем это издание была издана эта работа работа эту Владык Симон хотел защитить как свою диссертацию не дали то есть здесь он анализирует такой подзаголовок единоверие в своем внутреннем развитии в разъяснении его малораспространенности среди старообрядцев то есть он анализирует ситуацию анализирует необходимость епископата для единоверия конечно такую работу не пропустили вот но как книжка она была издана Владыка будущий Симон тогда еще отец Симеон очень много занимался вот этой проблемой епископства пытался очень много для этого делать сначала одним из таких наиболее вероятных кандидатов с которым вносит диалог был архиепископ Волынский Житомирский Антоний Круповицкий будущий предстоятель зарубежной церкви человек который очень ценил старый обряд несмотря на то что уважительно относился к Никону но к старому обряду очень тоже уважительно относился есть его статьи защищающие определенные страдаческие традиции приходно-исходные поклоны например вот но интересно что впоследствии именно Владыки Симона предстояло стать первым единоверческим епископом но уже избранным на соборе 17-18 года в 906 году в 909 годах прошли курские вятские московские эпохиальные съезды единоверцев московский по сути дела был всероссийским хотя и не имел такого статуса там очень широкое было представительство а в 1912 году прошел первый всероссийский съезд православных старобрядцев единоверцев председательство там архиепископ Антоний как раз 256 депутатов 20 архиереев впоследствии в 17 году пройдет второй такой съезд под председательством Владыки Андрея Томского вот и начинается очень серьезное движение интересно что на втором съезде миссионеры будут пытаться свою позицию продавить вот и в общем они чуть не были удалены единоверцевым просто со съездом настолько уже этот конфликт был серьезен в результате вот эти вот материалы которые разрабатывались в течение многих лет на съездах а также на предсоборном присутствии они были в 18 году выражены в принятии нового постановления по местному собору стоялось обсуждение доклада вот главным докладчиком должен был выступить митрополит Хайковский Антоний Хайковский но он к сожалению не смог выехать из Киева в условиях гражданской войны и одним докладчиком был отец Симеон а вторым епископ Челябинский Серафим Александров бывший миссионер отец Дмитрий Александров который как раз был миссионерским представителем и поэтому на соборе достаточно жесткая дискуссия была все эти диалоги они опубликованы их можно посмотреть скажу лишь что действительно собор привел к очень важным постановлениям во-первых формулировка была дана кто такие единоверцы что это за приходы это те кто с благословения по местной церкви при единстве веры и управления совершают церковное чинопоследование по богослужебным книгам изданным при первых пяти русских патриархов при строгом сохранении древнерусского бытового уклада собор устанавливал что приходы относятся к общим епархиям но они могут иметь своих единоверческих епископов которые не называются причем векарными потому что не с тут века их он все-таки более поздний и практически неизвестен в дороскольное время соответственно эти епископы они подчинялись епархиальным епископам но изначально векарными не именовались потом их уже начнут именовать векарными учреждались первоначально кафедры Охтинская в Петроградской епархии Павловская в Нижегородской в Саткинской в Уфимской и Тюменской в Тобольской на самом деле в условиях гражданской войны уже советского времени там конечно кафедры перемещались и такой четкости не было первым кого поставили как я уже сказал был отец Симеон Шлевев да еще очень важный момент теперь любой приход где 4 пятых приходов хотели стать единоверцами они на это имели полное право то есть приход обязаны были перевести на старый обряд если человек просто хотел перейти на старый обряд это его право никто ему этого запретить не мог то есть в данном случае получалось что православная российская церковь становится церковью двух равных обрядов каждый имеет право молиться так как ему это позволяет его совесть вот и хотя конечно постановление не отражали всех пожеланий единоверцев в частности не снимались клятвы соборов 66-67 года 56-го года но тем не менее это был огромный прорыв и если бы конечно не события которые последовали хронологически за этим в российском государстве развитие могло быть достаточно серьезно очень быстро начинают ставить епископов для единоверия в разных местах но к сожалению практически все они были репрессированы и уже если брать период послевоенный то ни одного епископа уже у единоверцев не было хотя был еще жив епископ павел волков еще митрополит ювенали помнил еще по своей алтарницкой молодости еще но он уже не священно действовал не был уже единоверческим архиареем и большинство конечно спасибо вот насчет насчет женитьбы я не знаю но то что владыка увидел рассказывал об этом это да еще мальчиком алтарником будучи вот а так достаточно известные представители кроме владыки Симона который в 20 году по указу Патриарха Тихона был уфимским правящим архиареем и в 21 году там мученический погиб на преображении после вечерней службы расстреляли в чем составлен был достаточно мерзкий такой протокол по которому на него напали бандиты ну и того что убили его случайно найден перстень найдено еще что то есть человек который писал он даже не понимает что православную архиарею нет перстня это католический отайбуд описание было что у него там забрали и так далее на самом деле судя по описаниям в общем-то застрелили достаточно в открытую целенаправленно вот Неканур Кудаярцев Богородский был на московскую епархию поставлен архиарей врачи сосновцев в Владимирской губернии ну и конечно Андрей Ухтомский хотя он фактически ну единоверчественно избирался он фактически был правящим но часто служил по старому в основном служил поэтому здесь такой вот момент ну и таким образом та часть которая подчинялась патриаршему мисту блестителю митрополиту Сергию после ареста епископа Васяна Веретейникова это Саткинский был архиарей митрополит Сергий пишет что приходы должны перейти на управление общими архиареями что собственно говоря до сих пор по сути дела и присутствует многие единоверцы ушли в катакомбы но конечно те слухи о которых распространяет Амбросий фон Сирис и так далее это все очень преувеличено хотя такие общины действительно были в основном поставления епископа Андрея и его преемников действительно были Андреевские катакомбные общины единоверцев некоторые осколки и сейчас вроде находятся но сейчас проверить конечно очень сложно и понятно что к Амбросию фон Сиверс это никакого отношения не имеет это чисто самозванческое движение ну стоит хотя посмотреть что он служитель по сторонам вообще не может в записях вот теперь переходим к современному оставшейся минуты современному положению еще в 29 году вообще-то восстановление клятвы соборов были сняты на уровне синода но разумеется что синод это не тот уровень который должен был снять эти постановления в конце 60-х годов происходит очень интересное постановление тоже синодальное о том что католики и старобрядцы поповцы могут допускаться в случае необходимости дать таинств православной российской церкви в случае католиков это решение было отменено но в случае старобрядцев оно формально до сих пор действует ну действительно есть священники которые принимают таких старобрядцев но это конечно как правило люди которые в детстве были крещены никакого общения не имеют то есть кто-то совершает формальное присоединение кто-то не совершает присоединение старобрядцев хотя никто не отменял сам по себе чин присоединения но вот такое право на то чтобы допускать к общению В 1971 году наконец постановление Соборное удалось утвердить на уровне Собора. И, конечно, все деяния я зачитывать не буду, но вот зачитаю лишь фрагмент. Мы, составляющие Поместный Собор Русской Православной Церкви, равносильно по своему достоинству и значению Московскому Собору 1956 года и Большому Московскому Собору 1967 года, рассмотрев вопросы о наложенных этими соборами клятвах с богословской, литургической, канонической и исторической стороны, торжественно определяем во славу Всесвятого имени Господа нашего в постановлениях Иисуса Христа. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23-10 апреля 1929 года о признании старых русских обрядов спасительными, как новые обряды и равночестных им. Второе. Утвердить постановление Патриаршего Синода от 23-10 апреля 1929 года о подтверждении и вменении яко не бывших порицательных выражений, относящихся к старым обрядам и в особенности к двуперствию, где бы они ни встречались и кем бы ни изыкались. И третье. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23-10 апреля 1929 года об упразднении клятв Московского собора 1956 года и Большого Московского собора 1967 года, наложенных именно на старые русские обряды и на придерживающихся их православных верующих христиан и считать эти клятвы ярко не бывшие. Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви любовью объявляет всех свято хранящих древние русские обряды, как членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но свято исповедующих спасительную православную веру. Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви свидетельствует, что спасительному значению обрядов не противоречит многообразию их внешнего выражения, которое всегда было присуще древней неразделенной Христовой Церкви, которая не является в ней камнем проекновения и источником разделения. Деяния эти были приняты 2 июня 1971 года, впоследствии Русской Православной Церкви в зарубежном также были в 1974 году приняты постановления, схожие с этими постановлениями. Причем зарубежная церковь еще и просила прощения у старообрядцев, но каково отношение старообрядцев к этому? Старообрядцы, поскольку никогда не считали, что клятвы лежат на них, то они, можно сказать, считают, что это, конечно, хорошее дело, но дело, в общем-то, сугубо внутреннее для Русской Православной Церкви. То есть Русская Православная Церковь в данном случае исправила свою решивку, которую она допустила некоторое время. Для единоверцев это, конечно, на самом деле большое облегчение, потому что, в общем-то, здесь решается тот вопрос, о котором говорили в течение многих и многих, ну даже столетий уже на данный момент. Не совсем понимаю, а старообрядцы не разделяют эту идею о спасительности обрядов? Да, старообрядцы не разделяют идею о спасительности от обрядов. Старообрядцы, опять же, не отрицают, что возможны разные обрядовые действия, возможны разные чины последований. Да, то есть, если, допустим, говорить о каком-нибудь дотридентской мессе, да, если присоединить сейчас, допустим, к старообрядческой церкви, ну, в чистой теории, да, кого-нибудь там, кто молится по дотридентской, чину дотридентской мессы, то, ну, будет, конечно, глупо, если заставить его начать молиться там, так как молимся мы. Да, сейчас приход, который присоединили в Уганде, ну, конечно, стараются, в общем-то, унифицировать со старообрядческие традиции, но заставить, понятное дело, угандийских всех женщин носить там платок под булавку, это, в общем, было бы погубить все дело. И, по большому счету, конечно, элемент ненужный, да, поэтому определенные элементы особенностей у богослужения, разумеется, там тоже будут сохраняться, это, естественно, которые там приняты, вот. Ну, мы говорили, это возможно бы единоверие обратное, условно говоря, белокремитские принимают какие-то новообрядческие приходы, да, ну, при условии, условно говоря, там, может быть, двуперстий и обязательного тверхогызательного крещения, все остальное оставить новообрядческим, возможно ли? Ну, это вопрос, который остается открытым, да, но в данном случае, конечно, для старообрядцев возможно, поскольку в истории мы знаем разницу в обрядах такие разночтения, но поскольку данные книги и данные реформы, они проводились насильственно, они проводились под давлением и соборами, которые мы признаем разбойничами, да, то есть в данном случае, конечно, признать равноспасительность вот обряда, которые сегодня существуют в православной российской церкви как основной, да, и старого обряда для старообрядцев, конечно, не представляется возможным, но еще раз говорю, что определенная разница, она с старообрядцем вполне может быть допущена, особенно если это древние какие-то богослужебные чинопоследования. Вот. Таким образом, как бы, старообрядцы рассматривают это постановление, как, конечно, такой положительный элемент, но, в общем-то, ничего не меняющий в жизни, внутри самого старообрядчества. Если говорить о дальнейшей жизни единоверческого движения, то к началу девяностых годов оно было практически полностью уничтожено, оставалось всего несколько приходов. В Латвии умирающие приходы, ну, можно там говорить об одном или двух приходах, смотри, как смотреть, там, по документам или в реальности. Вот. Это приход, о котором мы говорили в Кировоградской области, это приход в Нижегородской области, Малая Мурашкина, которая тоже никогда не закрывалась. И сначала приход на Рогожском, который потом практически переместился из Нижегородского слободу, там стал возрождаться храм, потому что пополномоченный по делам религии в 88-м году, год тысячелетия Крещения Руси, когда Головчука Игоря Денисова хотели поставить священники туда, единоверческим священником, после долгого перерыва, он заявил, что еще мне не хватало здесь еще одной конфессии на Рогожском, а там были и новообрядцы, и старообрядцы-новозыковцы, и старообрядцы-белокринецкие. И митрополит Ювеналий предложил просто переехать, возрождать общину в Михайловскую слободу, где, собственно говоря, сейчас уже архимандрит Иринах, Денисов, является настоятельным уже в течение многих лет. Это самый большой приход, но сегодня на самом деле количество приходов постоянно увеличивается. Приходы есть большие, есть маленькие. В Москве самый старый и такой авторитетный приход – это приход на Таганке, на студенцах у отца Петра, но приход небольшой по численности людей, как говорит сам отец Петр, у него стабильно примерно 40 человек. То есть, уходит, сразу кто-то приходит, или кто-то приходит, кто-то уходит, по-разному. А Михайловский приход – это сколько человек? Сейчас. Ну, сложно сказать, но это сотни людей. Это сотни людей. Это сотни людей. Конечно, да. Второй единоверческий приход – это приход отца Иоанна Миролюбова в районе Баумовской, Покрова, Руксова. По-старому служит отец Кирилл Сахаров на Берсеневке в храме святителя Никола, но он не является по документам единоверческим, но сейчас уже все службы совершаются по-старому, раньше не биритуальный. Вот. В Подмосковье три прихода, которые служат тоже, как единоверческие. Отец Сергий еще ты забыл. Отец Сергий Крылов. Ну, он служит… Отец Георгий Крылов, да. Он служит один день в неделю по-старому. То есть, у него биритуальный приход, не единоверческий. Он служит один раз, если честно не знаю в какой день, вот они один день служат, да. Он действительно замечательный литургист, специалист по этому делу. Но сам приход новомучеников… Рисповедников Российской. Рисповедников Российской. Рисповедников Российской. Рисповедников Строгинов. Если один из пришедших из нового обряда формируется либо среди потомственных, да, то вот в Екатеринбургской области там два прихода. Это перешедшие прихода от Чисовинах в Нижнем Тагиле и Верхнем Тагиле и только один, перешедший с нового обряда. Ну и стоит, конечно, заметить, что отец Анны Ролюбов является секретарем комиссии по старообрядным приходам и взаимоотношениям с старообрядцами, которые созданы при отделе внешних церковных связей. Эта комиссия, в общем-то, можно сказать, курирует приходы. Саму комиссию возглавляет на данный момент митрополита Ларионду. Возглавлял митрополит Кирилду избрания на Патриарший престол. И эта комиссия работает как орган, который курирует все старообрядческие приходы ввиду того, что нету епископа и взаимоотношения с приходами старообрядцев разных согласий. В целом, сегодняшнее единоверие тоже очень разное. Если проехаться по приходам, можно найти очень разные традиции. Какие-то приходы открыты, какие-то закрыты. Какие-то приходы ближе к традиции беспополства. Какие-то приходы, скажем так. Открыто-закрыты в том смысле готовности общаться. Да, да. Даже просто есть беспополский приход, как, например, Тарас Седашин. Ну, это немножко другая ситуация. Ну, нет, он как-то просто, просто они молятся у Тараса, да. Получается, все-таки, формально. Ну, Тарас... 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 Высок... Тарас... Ну, ладно, это уже... Я думаю, что в этом уже выходим. Вот. Такова ситуация на данный момент. Но, если подытоживать, можно сказать, что тот проект, который властями во многом задумывался церковными, как канал для перехода, скажем так, старообрядцев на новый обряд, да, он сегодня, фактически, не работает. И единоверие либо является частью, пусть и не вполне равноправной, но самостоятельной в рамках Русской Православной Церкви, либо очень частая ситуация, когда обратная ситуация перехода как раз с нового оборудования, отличные староедческие согласия. То есть сегодняшнее единоверие это уже в большей своей части не проект миссионерский, а явление уже совершенно новое, отличное, самостоятельное, которое тоже надо изучать уже отдельно. Скажем так, о круговороте староедческих согласий, если он действительно догоняет за сего и круговорот, который существует... Ну, наверное, все, тогда переходим к вопросу. Можно сказать, что смешно или не смешно, но существует все-таки какой-то староедческий эквуменит. Есть. Ну, как факт? Да. Что очень многие староедческие, особенно не будучи корневыми, да, люди, не умерившиеся, староедческие, скажем так, пришедшие староедческие по некому интеллектуальному выбору, да, духовно-интеллектуальному, к сожалению или к счастью, все-таки проходит нередко некое движение, то есть побывают в разных согласиях. И вот единоверие для большинства этих людей тоже бывает неким промежуточным. Кто-то идет от старообрячества, может быть, в новообрячество, что действительно реже. Кто-то идет от старообрячества в единоверие и в единоверии остаются. Здесь тоже немало таких и в нашем приходите. А есть действительно обратная тенденция от новообрячества через единоверие в старообрячество? Есть ли такое? Ну, это, это. А есть ли такое, что из новообрячества через единоверие в какое-либо старообряческое согласие в нерусский французский, а потом обратно? То и такое бывает? Конечно, нет, пути есть разные, но, скажем так, такого, чтобы старообряцы через единоверие переходили на новый обряд, но это буквально единицы все-таки. Сейчас да. Это единица. Обратный поток куда более широкий, а там уже, да, действительно распределение по согласию, возвращение в единоверие, скажем, после пребывания в каких-то других согласиях, в том числе радикальных беспополцев каких-нибудь. Да, там это, это, конечно, все есть, это безусловно. Но вот, чтобы кто-то переходил на новый обряд, но это буквально единицы, это, как правило, те, кто просто был неукорен, как-то просто формально. Многие потоки после, еще вообще, вообще уходят из церкви, да, нет таких случаев. Ну, такие случаи, это, понятное дело. Не только в старообрячественном круговороте, тогда можно приписать общий религиозный круговорот. Вот это люди, которые, ну, не постоянно, они проходят там, они могут пройти и через католиков, и через катакомбников, и через кого угодно. То есть здесь, в общем, я знаю людей, которые по шесть, по семь конфессий менялись, с трообряческой конфессией там были одни и главными. Роман Александрович, может быть, я пропустила? Скажи, пожалуйста, термин «единоверие» или «единоверцы» кому предложил? Когда он учил? Это 1800 год, то есть это фактически Платон. Это из фактически Платона. Роман, а вот, чтобы продолжить вот это, с Михаила Юренкова, у меня вот такой вопрос, такой назрел, может быть, даже он не личный, такой вопрос к тебе. Это связано с тем, что ты начал сегодняшнюю лексу из того, что старообрядцы от единоверцев отличаются ментально, ну, или по своей, так скажем, психологии. Такие были у тебя слова. Понятно, что это очень политкорректно, да, ты на сей счет высказался. И тогда возникает такой вопрос, опять же повторюсь, что он такой весьма личный. Я тебя знаю еще со времен истфака МПГУ, когда ты как раз стал, так скажем, сначала увлекаться единоверием, затем уже ходить сами храмы единоверчески, а после ты перешел к старообрядцам. И тогда возникает вопрос, но все-таки ты же перешел к ним не потому, что там, скажем, какая-то психология иная. Все-таки, наверное, были более серьезные обоснования. И вот, если это тебе не трудно, может быть, ты бы с нами поделился бы все-таки, вот, каким образом и почему ты все-таки в итоге перешел в старый обряд. Если ты можешь, если это факт. Да, это было бы очень интересно. Я думаю, у тебя глаза поменялись. Только ты слышал вопрос, Вазима, выражение, я слышал. Я просто думал, как сформулировать лаконично, но поэтому достаточно полно. Ну, безусловно, это был, у меня ведь достаточно длительный процесс был изучения всей этой проблематики. И можно сказать, что я несколько лет готовился к тому, чтобы перейти в старообрядчество из единоверия. Потому что для меня достаточно долгим и таким ответственным было изучение всех источников. И я перешел только тогда, когда для меня ситуация вот этой двойственности, которую называют обычно сидением на двух стульях, то есть подчинение, скажем так, архиереям, которые далеко не всегда разделяли возможности. То есть они считали старообрядчество или даже единоверие в определенной степени только таким приложением к Рославной Российской Церкви, не равные к счастью. То есть фактически они нарушали постановление Собора того же 17-18 года. Для меня на тот момент это стало уже невозможным. То есть для меня, для того, чтобы это вызовело, ушло несколько лет подобного изучения. То есть только когда я уже пришел к выводу о том, что совмещение двух обрядов, да, история, совмещение двух обрядов, оно не является такой истиной, да, только когда для меня стали очевидны все вот эти двойственные положения, я, собственно говоря, перешел. Вот и все. То есть я к этому подходил очень ответственно, к изучению всех моментов, к изучению отношения к старообрядчеству, когда для меня действительно клятвы изучения самой реформы стали уже таким делом ясным, только после этого я... То есть до этого, скажем так, я понимал, что старообряд, да, он наиболее правильный, он наиболее истинный, но... Скажем так, я еще не осознавал, что... В нашем случае, да, есть церковь истинная, что русская православная старообрядческая церковь нигде не погрешила, сохранила полную чистоту, полную старообрядческую традицию, вот. Только тогда я согласился на переход, потому что вот эта двойственность, она очень долго меня, скажем так, смущала, но лишь после длительных исследований я решил перейти в старообрядческую церковь. То есть для меня это был такой ответственный момент. Такой очень личный вопрос, да? Мне кажется, здесь все-таки стоит немножко понять экхазиологию, да? Что отличается? Отличается психология, вот на самом деле, современного старообрядца, городского старообрядца, белгреницкого ли, новозыбковского ли, даже без поповского, и единоверца отличается мало, на самом деле, как мне кажется. Вот, скажем так, здесь опять-таки образ жизни большинства городских старообрядцев, он примерно одинаковый. Он очень мало отличается, отличается, конечно, но очень мало отличается от образа жизни, скажем так, поцерковленного новообрядца. Отличия есть, безусловно, но это долгий разговор. Но при этом, вот если брать теоретически, Роман Александрович, ты не против, если я порассуждаю еще чуть-чуть, да? Вот, здесь именно отношение к экхазиологии. Что такое церковь, каковы границы церкви. Очень важный момент. И вот если, например, действительно, когда человек приходит ли в ручную право, самому старообрядческую церковь, или находится ли в ней изначально, он должен все-таки для себя четко понять, что вот символи веры, да, это самая единая святая собородная апостольская церковь, она сосредоточена именно в тех ста, двух ста, я точно не могу, сейчас не помню, приходах именно Русской Прословной Старообрядческой церкви, включая Румынскую, да, Бравильскую митрополию и Московскую митрополию. Все, что за пределами Московской и Бравильской митрополии, это, скажем так, если говорить корректно, мы не знаем, что там такое, да, мы не можем быть уверены. А если более жестко, то это не церковь. Вот мы церковь, а это не церковь. Вот тогда человек действительно, изноеверческая здесь позиция, это позиция, ну, скажем, прямо, это не уняцкая, как Вадим сказал, это не уняцкая, это старообрядческая позиция, но, скажем, более широкая. Говоря современным языком, ну, отчасти экуменическая. То есть экуменизм такой, скажем, обрядовый экуменизм. Экуменизм не догматический ни в коем случае, то есть нет разговора о том, что, например, ну, скажем так, вот эти, и здесь, наверное, церковь есть, хоть это догматически, скажем, далеки от ортодоксии, и здесь, наверное, церковь есть. И вообще границы церкви, они не бы не достигают какого-то известного извлечения. Здесь, конечно, этого нет. Безусловно, то есть большинство изноеверцев это стройные в плане ортодоксии, но экуменизм в плане обрядов. То есть смысл примерно такой. Обряды, Никоновская реформа, скажем так, Никон Алексейская, потом Петровская и так далее. Реформа-то она развивалась, и в 20 веке она происходила в какой-то степени. Но тем не менее, вся эта реформа, все эти реформаторские и отчасти обновленческие даже перемены в церкви, они не повлияли на то, что эта церковь перестала быть церковью. Вот здесь вот примерно такое отношение. Совершенно верно. Я согласен с идеей Михаила. В том-то и дело, что, скажем, для основной идеи, основной тезис совершенно правильный, а в качестве уточнения просто хочется сказать, что, допустим, для островец, понятно, что в наличии в Русской Православной Церкви сегодня поваленного обливательного крещения и подобных тенденций оно ставит огромный вопрос. То есть на сегодняшний день, когда уже это не какое-то локальное явление, допустим, обливанство, как это было, скажем, в 19 веке, когда с малороссийскими попами, допустим, не общались, а там попы великороссийского поставления, вот они считались правильным поставлением. На сегодняшний день мы просто уже не можем даже цепочки-то по большому счету уже проследить. Это действительно приводит к вопросу такому крайнему, да, когда мы стоим перед вопросом, где действительно границы церкви, поскольку мы не считаем, что обливанцы могут быть в церкви, да, но пока, на мере, мы, понятное дело, как правило, Михаил сказал, да, мы не говорим в данном случае о границах небесной церкви, да, возможно, Господь кого-то и спасает, да, мы знаем о церкви земной, да, то для нас уже стоит сегодня очень серьезный вопрос в рамках вот такого повального обливанства, в рамках экуминистической деятельности. для меня вот выбор был, как бы, уже очевиден после наглядных исследований. Вот та самая двойственность, о которой ты сказал, она как касается, скорее, обрядовой части. То есть, образно говоря, что вот у них... если ты зайдешь в какой-то новообрядный храм, все-таки там себя будешь чувствовать некомфортно, ну, как, собственно, и я тоже. Да нет, я однозначно себя встречать считаю старообрядцем и старовером, но здесь... Вот я, как единоверец, как последовательный единоверец, а тут меня Томпин вообще записал в идеологии единоверия. Я считаю, что границы церкви, определяемые старообрядческими согласиями, большинство старообрядческих согласий, кроме единоверия, чрезвычайно узкие. На самом деле, церковь действительно шире, и если брать действительно то же самое, экономические строительства, то же самое, апостольское приемство, здесь ни в коем случае ни один единоверец не может сказать, что я не верю в то, что апостольское приемство русской православной церкви оно, скажем так, в чем-то вырешено. Вот в отношении, например, той же самой русской православной старообрядческой церкви действительно есть различные мнения, как это было, в принципе, и в истории, что части новобрядческого духовенства, высшего духовенства архиерея неоднократно спорили на эту сию. Нет, если мы берем эгрезиологический аспект, это, в общем, достаточно понятно. А если мы берем проблему двойственности, то, во-первых, то, что в единоверии ты можешь найти самых разных людей в сегодняшний день. Ты можешь найти там обливанцев, скажем, да, которые допускают до причастия их духовной отцей. Некоторые духовные отцы, безусловно, этого делов не будут, но некоторые это делают. Ты можешь найти биоритуалистов, да, в большом количестве биоритуалистов. То есть тех, кто молится и там, и там, да? А, среди прихожан единорических приходов, да. Потому что нельзя говорить о той же идеологии единоривии, потому что нет в ней единый и нет единства в ней. Ну, то, собственно, о чем я сегодня говорю. Ну, точно так же можно сказать, что нет единства абсолютного единства вновлевящих приходов. Потому что нет единства вновлевящих приходов. И даже нет единства среди старобряющих приходов, даже одной русской православной старобряющей церкви. Ну, это все-таки немножко другое. Основания все-таки гораздо более узкие. Чем, с одной стороны, уже община и чем уже, скажем так, ее иерархия, особенно иерархия, то здесь, конечно, легче управлять. Но я думаю, это да. Далеко не всегда бывает именно так. Единоария, получается, это самая узкая община, в смысле. Дело в том, что в Единоарии есть огромная проблема, и открыто могу сказать, что скрывать. В Единоарии есть проблема в прерыве традиций. Даже тот самый приход, о котором мы говорили, приход Николы Рогожьевского, он все-таки в конце 80-х годов уже не был полноценной единоверщицей. Даже более того, тот Крылос, говоря поставляющим, Клирос, который был в основном единоверщицем, там в основном единоверщицем были только бабушки. Точно так же, как бабушки сохранили некую традицию узломки, но тоже эта традиция, скорее, только крылошанская. Традиции непрерывной церковной иерархической, даже просто священнической традиции, в Единоарии, к сожалению, в 20-м веке не сохранилась. Она сохранилась, безусловно, у белокремитских, она сохранилась со скрипом, о котором, наверное, отдельно стоит говорить, в русской древней православной церкви, и она, к сожалению, не сохранилась в Единоарии. Единоария, по сути, тоже что скрывать, это плод реконструкции. В основном, начало 90-х годов. Где-то более удачные, как в той же Михайловской Слободе, где-то, к сожалению, провалившиеся, как есть несколько опытов, к сожалению, неудавшихся в ряде епархий, в ряде областей. Где-то, скажем так, более-менее удачные, но, к сожалению, довольно-таки в узкой плане количества членов вообще. Здесь скрывать нечего, действительно, Единоария – это очень узкий труд. И попытки унифицировать Единоария, которые, скажем так, они даже не осуществлялись, они озвучивались. Они сейчас, прямо скажем, невозможны. Когда мы говорили, Вадим, ты говорил, а по поводу возможности возрождения единоверчества епископата, я эту тему довольно-таки глубоко изучил. Я понимаю, что сейчас это тоже невозможно, по той причине, что все-таки нет единого мнения среди тех 20-30 единоверческих приходов, которые существуют вообще во всей православной рябумении. Поэтому пока само единоверие не вызовет, пока само единоверие не укрепится и не станет действительно полноценным старовереческим согласием. Ну, оно является старовереческим согласием. Здесь я нисколько в этом не смываюсь. В логию русской простонцеркви. Вот пока действительно не будет этого единства, и не будет, скажем так, вот говоря современным языком, некой идеологии более или менее общей, тогда вы говорите о каком-то одном епископе. Рано. Вот. А то, что в принципе единоверие вообще светит староверечество, это узкий путь, это действительно так. И мы знаем, что все-таки, вот, когда мы говорим о 30-30 приходах единоверчества, мы понимаем, что самое большое старовереческое согласие по-путски, ну, имеется 200. Ну, или сколько, может даже меньше 200. Не помню? Ну, больше 200 сейчас. Больше уже 200, да. Ну, все равно на один порядок только больше. Это самое большое, самое огромное считается старовереческое согласие русской простонцерковной церкви. Вот. Сколько приходов, если брать во всем мировом православии, да? Там на несколько порядков больше. Ну, вот здесь нужно учитывать, что социальная старовереческая церковь, я думаю, меньше согласиться, да, как бы считают, что количество, оно… Да нет, безусловно, точно так же мы можем сказать, что… А, правильно, вот мы… Наш любимый аргумент, да и ваш, собственно, любимый аргумент, а только в чем больше. А только в чем больше. А китайцы сколько? Любимый вопрос, который Александр Васильевич Антонов, наш знаменитый философ, председатель общины на белорусской, любит говорить, что русского человека всегда главная проблема, спасутся ли китайцы. А вместо того, чтобы подумать, собственно говоря, о себе, о своей душе, он думает, как же там китайцы. У меня здесь в данном случае всегда встречные предложения на протяжении уже многих лет, с Романом знакомы больше десяти лет, наверное, двенадцать, тринадцать, ну, больше десяти. Вот. И со многими другими деятелями изновежительского движения, вообще, в принципе, представляться московским. Надо чаще встречаться. Вот подобные лекции, да, к сожалению, сегодня узкий круг, надеюсь. Так может и к счастью. Вообще, в принципе, вот то, на что я лично надеялся, когда создавалась эта комиссия, о которой Роман Саныч сегодня упоминал, секретарем которой является отец Анна Мироглуб, была на надежде, что это будет постоянно действующий некий, ну, не дебат-клуб, а как вот был в свое время в политехническом институте, в здании политехнического института, между старобляцами всех согласен. Это было больше ста лет назад, до революции. Да, да, да. Это было очень интересно. Это был действительно очень интересный такой дискуссионный клуб, в котором рождались очень интересные идеи. К сожалению, революция все это прервала. А почему бы вот действительно сейчас это в какой-то форме не возобновить? Вот комиссия та упомянутая, она этого не сделала, к сожалению, времени. Но, может быть, это сделать не на уровне иерархическом, а на уровне, ну, может быть, Малафееву предложить? Не знаю. Но я не думаю, что ему будет это особо интересно. Он, по-моему, не с. Стравлическом особо не интересуется. Царьград тоже как-то подключить к этой площадке, возможно. Ну что, наверное, сегодня. Роман Саныч, большое спасибо. Спасибо. Ну, мне было вас... Ну, это еще лекция, конечно, и по тому, как мы обсуждали, на мой взгляд, что получше лекция, получается. Да. Александр, он же действительно занят? Сейчас. Ну, уже вообще, твоим имя уже как-то. Ну, уже в Малдинск просит. Спасибо. Продолжение следует...